Юридические проблемы с российским правом, они состоят в чем? На вас было заведено уголовное дело? Два было дела заведено, да. Два уголовных дела. По пищению? Мошенничество, часть четвертая. Ну это как бы стандартное дело, которое заводится на всех бизнесменов. А оба дела закрыты? Да, закрыли. То есть практически сейчас вы чисты перед российским законами? Да, я могу вернуться, но не хочу. Чего не скажешь о нашем сегодняшнем втором собеседнике, господине Ивлеве, который, можно считать, находится в бегах? Или в чем вы находитесь? Пожалуйста, можно это назвать бегами, официально на английском это называется fugitive, то есть в общем, наверное, правильно. То есть вас объявили в международный розыск? Да, меня объявили, кстати, дважды уже объявили в международный розыск, по звуку. В чем я вас и поздравляю. Спасибо. Итак, в 2005 году вам заочно предъявили обвинение. Да. Или очно? Ну, первый раз, я думаю, что это был конец декабря 2004 года, заочно я уже уехал. Ну, как вы уже, наверное, знаете, дамы и господа, поскольку Павел Ивлев не первый раз в нашей студии, что он привлекался по одному диалогу с Ходорковским и Лебедевым. Привлекаюсь. Дело не закончилось, проследование продолжается. Да, и как вы уже заметили, кстати, вот меня несколько насторожило, у вас не первая такая фраза, вы говорите, нас обвинили в том, что мы продали ту нефть, которую мы в глаза не видели, а кстати, сказал адвокат Ивлев, я вообще нефти в глаза не видел сырой. Это правда, я действительно никогда не видел сырой. Ну, это такая фраза, в общем, которая, как сказать, юридически неправомощная, для того, чтобы заработать на чем-то, не обязательно это видеть. Это правда, безусловно. Я же не говорю, что я не зарабатывал, значит, обслуживая компанию ЮКОС. Кобзона, когда ему отказали во въездной визе в Соединенные Штаты, ему пытались недостаточно четко объяснить, почему ему отказали, госдепартамент отмалчивался, вот, и там стороной проскочило, ему сказали, что он подозревается в возможности ввоза контролируемых веществ в какой-то айкине. А когда это не сработало, там просочилась информация ФБР, что когда следили за покойным Япончиком, с которым Кобзон дружил, то они засекли встречу Кобзона, Япончика и еще нескольких человек на каком-то корабле, которые тут же выдали за сходку воров в законе. Там главным вором в законе был, по-моему, бывший главный редактор нового русского слова Валерий Вайглеров. Вот, и агенты ФБР обыскали мусорную корзинку в номере Кобзона, пока он там, я не знаю, брился или мылся, и нашли там пачку спичек с номером телефона Иванькова. И когда Кобзон уже журналистом оправдывался, говорит, они говорят, что они нашли у меня пачку, а я не курю. Причем, вот, логично, это все сырая нефть, а я ее не видел. Ну, тут есть немножко, я могу пояснить, если интересно. Когда вы приехали, в 2005 году, то есть у вас проблем с иммиграционным статусом не было? Ну, дело в том, что я первый раз формально приехал, ну, короткий ответ нужен, не было никогда. Не было. То есть у вас была уже открытая... У меня была же грин-карта в тот момент, когда мне пришлось покинуть Россию, у меня уже 8 лет как была грин-карта. Слава Богу. Теперь смотрите, вы профессиональный адвокат. Вот здесь немало профессиональных адвокатов с российским юридическим образованием. Продолжить здесь юридическую карьеру, в общем, молодому человеку, наверное, не так сложно, а человеку среднего возраста, а тем более человеку в летах, я не о вас говорю, естественно. Нужно переучиваться, потому что, так сказать, базисы права принципиально другие, законы другие, прецедентное право и так далее, и так далее. Вы продолжаете практиковать закон здесь или вы ждете возвращения народа? Нет, я не жду, я за него бьюсь. Я хочу вернуться в Россию, безусловно. Нет, я не практикую здесь право, я не стал идти по этому пути, когда я сюда приехал. Я просто консультирую людей по вопросам, которые касаются России, да, прежде всего. И этим, в общем-то, зарабатываю себе на жизнь, хотя в последнее время все больше и больше занимаюсь, в общем-то, политикой и общаюсь тесно с российской оппозицией. Ну, учитывая то состояние, в котором находятся два главных обвиняемых по вашему делу, учитывая тот общественный интерес, который привлекает это состояние, вы состоите в каких-то инициативных группах, участвуете в массовых мероприятиях, протестных связях, ходите, митинговать у консульства и посольства. Скажу обязательно, очень жалко, что сейчас наши, так сказать, главные активисты немножко занимаются другими вещами, поэтому меньше стало этих собраний. А вообще, да, в 2010 году мы с Натальей Пелевиной организовали первый выход к миссии, да, к знаменитой... Да, Наталья Пелевина была гостем этой передачи, вы знаете, о чем вы говорите. Да. Юрий, а вы, как, так сказать, беглый бизнесмен, каким-то образом отстаиваете права представителей вашей профессии в России? Не только себя лично, я не говорю о том, как уехать оттуда, а тем, кто там, вы как-то что-то советуете, кроме того, что пора паковать чемодан? Конечно. У меня есть канал на Ютубе, и я высказываю всегда открыто свою точку зрения, и по вопросам политики, и по вопросам бизнеса в России ничего не боюсь. Хотя мои родственники периодически мне говорят, удали канал, мы боимся. А вы их не слушаете? Ну, если так все будут бояться. Если бы мы все слушали своих родственников. Вот я возвращаюсь к злу, который представляет Владимир Владимирович Путин. Вы считаете это зло последовательным или непоследовательным? Как аналитик? Я считаю, что он знает, что он делает, и последовательно делает зло одно за другим. Вот я как раз про это и говорю. То есть мы говорим о пресловутой вертикали власти, о каких-то других вертикалях. Можно ли считать, что Владимир Путин прежде всего, так сказать, личность? То есть все мы говорим, Путин виноват, Путин сделал, Путин не сделал, Путин бяка, Путин святой. Это режим или личность? Личность, но понятно, что если он захочет, он может все изменить. Потому что он в принципе лидер, и они все эти чиновники под ним, как говорится, они все слушают его. Если бы он принял какие-то законы нормальные, демократические, правильные, они бы исполнялись. Павел, вы считаете, что при Путине есть какие-то серые кардиналы, которые, в общем-то, ему говорят, несмышленыш, бывший капитан КГБ, который работал в Дрездене, куда посылают самых, так сказать, неуспешных выпускников школы Андропова. Ты ничего не понимаешь, делай так. Так, у него, безусловно, есть, назовем его, старшие товарищи. Я думаю, что он достаточно узыщий сам взрослый человек для того, чтобы... То есть, обтерся. Да, обтерся, подрос, он действительно, так сказать, там... Ну, бог с ним, с его прошлым, да, оно всем известно. Но, да, на мой взгляд, вот, например, господин Зубков, это такой один из старших товарищей, из видимых старших товарищей. Есть другие, невидимые, потому что понятно, что основной принцип разведчика — это не высовываться. Вот, так они и по-прежнему не высовываются, да, поэтому я не исключаю, что кто-то из этих старших товарищей в Америке живет. И работают в Центральном разведывательном... А, нет, нет, надеюсь, что нет, данных у меня таких нет, надеюсь, что нет, туда вообще таких не должны брать. Вот, но есть там, да, есть же отставные генералы КГБ, проживающие в России, а, как сказал сам Путин, там бывших не бывает. Это верно, это верно. Юрий, вот в этой статье, замечательной Форбс, Форбс, я повторяю, достаточно авторитетное издание и для Соединенных Штатов, и для России, и для всего остального мира. Искусство вовремя уехать. И здесь дана таблица, куда уезжают русские, так как недовольные своим состоянием там. И 10 стран. Соединенные Штаты на восьмом месте. Почему? Географическая удаленность, сложности иммиграционного права? Сложности иммиграционного права нет. Я думаю, география, конечно, и открытость визы. То есть у многих просто нет, даже у бизнесменов, нет открытой визы в Америку. И почти у всех есть открытая виза в Европу. Поэтому бегут в первое как можно быстрее. Хотя это стратегическая ошибка, потому что с Европой их выдают всех, а с Америки их не выдают. Они этого не знают. Выдают, не выдают, это отдельная тема, очень интересная для сегодняшнего разговора. И мы можем даже сразу коснуться. Вы прекрасно знаете, что недавно российский МИД вручил Соединенным Штатам ноту протеста. против того, что россиян арестовывают по запросам американских правоохранительных органов в третьих странах. Что было и с Бутом, и с Ярошенко. И я могу приводить эти примеры снова и снова. Кроме этого, была нота протеста о том, кого выдавать, кого не выдавать. Был скандальный случай с Эдвардом Сноуденом, которого выдали, не выданы. Прежде всего, Павел, Россия по конституции не выдает своих граждан. Насколько я знаю, да. А не своих. Если на территории России находится гражданин, я не знаю, Лапландии. И лапландские власти просят его выдать для суда. Ну, по идее. Дело в том, что... То есть, опять-таки, существует ли договор об экстрадиции с данной страной или не существует? Ну, в случае, он с большинством стран, на самом деле, не существует. Их просто нет, этих договоров. Поэтому, ну, тут, понимаете, по поводу гражданина Российской Федерации, есть запрет. Как вы правильно отметили. Есть конституции, да. Если нет запрета, значит, действуют другие правила. И, в общем-то, если страна запрашивает... То есть, это крипроквота, что называется, так сказать... Иногда, да, это на основе взаимности. Жест доброй воли. По-разному бывает. То есть, с кем-то есть договоры, кем-то это взаимность, кем-то просто так решили. В конце концов... Субтитры создавал DimaTorzok